Новость о том, что во время реконструкции в Долине Славы строители перепутали именные плиты и установили новые памятники не на могилах солдат, разлетелась по всему интернету. Руководство Регионального Министерства Культуры и Краеведческого Музея, ответственные за работы на мемориальном комплексе, представили доказательства того, что ситуация обстоит иначе, не так, как ее подают многие издания. Алексей Баринов разбирался, кто прав и кто виноват. На интернет-сайтах начали появляться информационные материалы, в которых мурманские поисковики утверждали, что во время реконструкции именных плит в Долине Славы были допущены грубейшие ошибки. Якобы монументы поставили не на местах захоронения бойцов, а ради симметрии красоты рядами. У властей контролирующих органов на ситуацию свой взгляд, ведь документов, определяющих точное расположение могил попросту нет. Все тумбы, все памятные надписи, они, конечно, в рамках существующего сектора. Они, как вот там были, да, останки захоронены, как были эти надписи, они там также остаются. И, как уже сказали, что некоторые изменения по установке будут, но мы постарались максимально все равно все, что возможно, оставить на своих местах. Поэтому изменятся только два сектора, на которые указали наши поисковики. Хоронить найденные на полях сражения останки красноармейцев в Долине Славы начали еще в прошлом столетии. Правда, тогда добровольцы сталкивались с различными сложностями, а порой даже угрозами со стороны руководства региона. Со временем поисковикам удалось донести смысл высказывания. Бойна закончится только тогда, когда будет похоронен последний ее солдат и до чиновников. Сюда приезжать надо для того, чтобы чтить память. Чтить память, чтобы сюда приезжали родственниками и поклонялись могилам своих отцов, погибших братьев, дедов. Так что это наше мнение. Мы берем, конечно, это все под контроль и будем смотреть, чтобы удовлетворила здесь вот эта вот реконструкция всех. Но то, что она была необходима, вы знаете, и это безусловный факт. В последние годы по инициативе поисковых отрядов региона начался масштабный процесс реконструкции мемориального комплекса. За это время в Долине Славы появились два новых сектора. По информации сотрудников Крывического музея, которые и отвечают за состояние памятников, ремонты этого года, в том числе связанные с установкой именных плит, пройдут в два этапа и будут приостановлены только для дозахоронения останков бойцов, которые назначены на 6 октября. Захоронение найденных советских воинов с Долины Славы проходит уже несколько десятилетий. И с каждым годом их становится только больше. Представители комиссии, которая принимала решение по расстановке памятников, утверждают, что при составлении плана учитывалось мнение специалиста военного комиссариата, Крывического музея и Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области. В проектной документации прописаны все тонкости, которые могли возникнуть в ходе реконструкции. Началу работ предшествовала работа достаточно продолжительная и напряженная нашей вот этой международной рабочей группы. В результате деятельности которой было принято общее решение, которое никто не оспаривал, против которого никто не возражал, никто не выражал какого-то своего особого мнения о том, что новые сектора выглядят таким образом, создаются вот здесь, за памятником скорбящей матери, а действующие сектора благоустраиваются вот именно таким образом. Однако какие бы перипетии не существовали между сторонами спора, прежде всего стоит чтить память людей погибших, защищая северные рубежи родины. Уж им-то все равно, где будет стоять столбик с именем и фамилией, лишь бы подвиг не затерялся среди пыльных страниц архивов и толстых томов по военной истории.